Здравствуйте! О благополучии животноводческих хозяйств, о безопасности пищевой продукции и о том, какими заболеваниями грозит покупка мяса и сельхозпродукции в несанкционированных для этого местах, мы поговорим с начальником управления ветеринарии правительства Саратовской области, главным государственным ветеринарным инспектором Саратовской области Алексеем Частовым. Алексей Александрович, здравствуйте! Добрый день! Алексей Александрович, вот с чего начинается контроль безопасности пищевой продукции? Надо было сказать, что человек есть то, что ест, поэтому мы через здоровье животных обеспечиваем здоровье людей и контроль или вся работа начинается от рождения животного. Вот продукция безопасна для человека, может быть получена только от здорового животного, поэтому это длительная процедура выращивания, получения продукции, пока она не пойдет на стол потребителя. Вот за этой цепочкой как раз ведет контроль ветеринарная служба. И в основном, конечно, те риски, которые существуют, уже теперь мы можем говорить в мировой практике, поскольку у нас изоляции нет совершенно, как бы она уже не предусмотрена территории Российской Федерации, поэтому те риски, которые есть в мире, они все, в общем-то, применимы и к нам. Поэтому работа ветеринарной службы, она несколько, так скажем, рамки ее границ расширились. И вот исходя из этой концепции, мы проводим целую систему мер и различных работ, которые обеспечивают вот как раз безопасность. Ну, какие риски у нас на территории области и какие инфекции? В основном это инфекции не опасные для человека. С одной опасной инфекцией мы распрощались в этом году, это туберкулез, на территории области теперь у нас благополучно. Ну, остались очаги бруцеллеза, это четыре очага, и, в общем-то, мы думаем, что мы с ними тоже быстро справимся, и территория области будет свободна от инфекционных заболеваний. На территории области проводится комплекс мероприятий по прививкам животных, то есть профилактика. У нас иная совершенно концепция, нежели чем в западных странах, там концепция при возникновении инфекции это уничтожение поголовья, у нас концепция это профилактика. И мы ее, в общем-то, успешно выполняем в течение уже не одного десятка лет, эта практика показывает себя как эффективная. Вот в этом году мы уже провели более полутора миллионов прививок против сибирской язвы, против инфекционных заболеваний в целом проведено около четырех миллионов вакцинаций в целом. Поэтому практически сейчас мы завершили цикл мероприятий по текущему году. В результате у нас недопущено заболеваний животных острыми инфекциями и заболеваний, главное, людей от животных тоже острыми инфекциями. Вот эта работа, так скажем, предшествующая тому, что, ну, собственно говоря, из чего получается продукция. То есть животные должны дать безопасную продукцию. Значит, следующим моментом, который мы считаем важным вот в деталях нашей работы, мы отладили персональный, можно сказать, учет поголовья на территории области. Персональный. То есть каждое животное практически нам известно. Ну, может быть, за каким-то исключением. Это уникальная ситуация в Российской Федерации. Мы сейчас являемся примером для других в этом отношении. Поэтому вот это направление, оно, собственно, это та задача, которая ставилась перед ветеринарной службой в Российской Федерации, но мы ее выполнили первыми. Здорово помогает нам вот в контроле за живыми животными. Это просто, ну, так скажем, то, что было когда-то необходимо сделать. Это сделано у нас. Теперь мы можем говорить о том, что прослеживаемость продукции от живого животного до стола, она у нас уже имеет место быть. То есть все животные убойные, которые у нас выращиваются, да, они имеют индивидуальный номер. Вот этот номер, или вернее документы с этим номером приходят в конечном итоге на рынок. Вот следующий вопрос от рынки. Да, вот. Как обеспечивается безопасность продукции, которая реализуется на этих самых продовольственных рынках? Вот здесь это самый ответственный момент. Самый ответственный момент – это после того, как животное, значит, было совершен убой животного на мясо, либо получение молока, либо другой продукции. Это не важно, какая продукция, потому что подназорно нам это либо рыба, либо яйцо. То есть вся эта продукция должна быть гарантированно безопасна. Вот этим как раз мы обеспечиваем эту работу лабораториям медицинской экспертизы на рынках. И опять у нас здесь есть двойной контроль. То есть первый контроль у нас проводят по живому животному. То есть живое животное дается разрешение на убой живого животного, то есть что животное здоровое уже заведомо прошло ветеринарное обследование. И второй момент – это проведение ветеринарной санитарной экспертизы. Самый ответственный момент – это момент истины. Вот здесь необходимо первое, что это специалисты, и второе – это техническое оснащение. То, что касается специалистов. У нас все специалисты высококвалифицированные, просто туда не допускаются специалисты с какой-то, значит, с небольшим опытом работы, либо те, которым эта работа еще, так скажем, требует досмысления. И второе – оснащение лабораторий, что мы делаем системно. То есть мы сейчас практически все лаборатории оснастили уже современным оборудованием. И постоянно у нас идет вытеснение уже морально устаревших приборов и так далее, и так далее. Это системная работа. Так вот, в этих лабораториях проводится детальный уже анализ продукции, которая поступает на рынок. Я могу сказать, что вот по городу Саратову порядка 10 тысяч тонн мяса только проходит по рынкам в течение года. И, конечно, это требует достаточно серьезных усилий и контроля за работой вот этих лабораторий, вообще за работой рынков в части нашей компетенции. За текущий год лаборатория веса экспертизы недопущена к реализации порядка 92 тонн мяса и мясо-сырья и субпродуктов, порядка 27 тонн растительной продукции, 9 тонн молока и так далее. Потому что, ну, то есть это то, что недопущено до стола потребителя. Это та продукция, которая являлась небезопасной. Потому что после убоя животных, в любом случае там могут быть скрыты какие-то заболевания, там, ехенококос, фенос и так далее. То есть что при жизни диагностика не определяет. Поэтому вот такой двойной контроль, он гарантирует, гарантирует потребителю безопасность в отношении продукции, которая нам под контролем. Конечно, мы не можем гарантировать безопасность той продукции, которая продается вне рынков. То есть там, где не прошла на экспертизу ветеринарную, естественно, это на страх и риск самого покупателя, который вот рискует в подворотнях, приобретает, мы знаем, с машин торгуют, значит, там, на каких-то закоуках продукции, которые покупать нельзя. Но тем не менее имеет место быть. Потому что, очевидно, они там и цену какую-то пониже делают, и, наверное, какие-то предложения. Но тем не менее, эта продукция – это риск, как рулетка. Возможно заболевание. Алексей Александрович, а как организован контроль за поступлением продукции на рынке нашего города? Вот в этом отношении я хочу сказать, что мы ввели абсолютно новую, качественно новую систему контроля под перемещением продукции. Мы ввели электронный документ оборот. То есть это впервые в России, и здесь мы абсолютные лидеры. Это не наша оценка, это оценка нашего руководства, значит, департамента. Здесь смысл заключается в том, что мясо, которое должно поступить на рынок, проходит проверку, первичную проверку проходит в районе, то есть там, где оно получено. При этом выдается документ в электронном виде. То есть мясо еще не поступило в Саратов, а документ уже у нас на компьютере. Это очень важно, в каком плане есть прослеживаемость продукции. То есть невозможно привести что-то под этой маркой. Это очень важный момент для безопасности. И мы считаем, что за этим методом перспектива, сейчас после того, как мы внедрили в городе Саратове, уже внедрили в городе Энгельси, Балакова, также этот метод внедрен на предприятие Белая Долина, Молозавод в Английском районе. Практически все предприятия, рынки мы планируем в ближайшее время обеспечить вот этим методом электронного документа оборота, системы Меркурий. Алексей Александрович, а как же быть тогда сельхоз-ярмарками? Ведь там тоже не имеется никаких ни лабораторий, ни экспертов. Нет, как раз вот по сельхоз-ярмаркам, которые очень большой популярностью пользуются у населения, мы в этом отношении сейчас для того, чтобы обеспечить контроль, обеспечили техническое, так скажем, его сопровождение. У нас есть лаборатория специальная авиационная экспертиза передвижная, которая выезжает на эти рынки выходного дня и проводит экспертизу, ровно такую же, как на стационарных лабораториях авиационной экспертизы на рынках. При этом такая же гарантия безопасности у нас существует на театральной площади, у нас есть в других местах. То есть там, где мы присутствуем, там гарантия безопасности. Однако бывает, что пытаются и на эти рынки провести продукцию без ветеринарно-санитарной экспертизы. Мы выявляем такие факты. Были недавно, да? Были факты такие. И, значит, конину там пытались под видом продать, чего-то там, значит, по-другим. Вот. Не допустили. Все это изъято. И уничтожено. Потому что продукция, которая не сопровождается документами ветеринарными, является потенциально опасной и подлежит уничтожению. Также вот на цивилизованных рынках, я имею в виду там, где есть стационарные лаборатории, тоже выявляем иногда, пытаются провести без ветеринарных экспертизы. То есть без документов ветеринарных, мяса. И в последнем случае на торговом центре по Волжье было две туши говядины. Без документов они также были уничтожены. Вот. Поэтому вот эти жесткие меры, которые мы принимаем в отношении продукции потенциально опасной, они себя оправдывают. А осуществляется ли ветеринарный контроль на предприятиях переработки? Предприятия переработки являются также нашими подконтрольными объектами. И на этих предприятиях у нас в каждом предприятии есть ветеринарный государственный врач. В каждом предприятии. То есть у нас есть раскрепление. Ветеринарные врачи эти независимы. Они, значит, по принадлежности или по... структуре относятся к государственной ветеринарной службе. Территориально находятся предприятия. Они контролируют сырье, которое поступает на предприятие для производства готовой продукции. Сырье входящее. Вот здесь мы можем говорить о том, что вот та продукция, которая у нас есть на прилавках от наших производителей, она также безопасна. Почему? Потому что сырье безопасно. То есть, опять же, мы осуществляем контроль того, из чего делают эту продукцию. И это опять здоровье нашего населения. Алексей Александрович, а безопасно ли покупать молоко и мясо на улице? И проводятся ли какие-то рейды по таким местам? Ну, я уже останавливался. Это всегда риск. Всегда риск. Ни в коем случае нельзя покупать, поскольку могут продать все, что угодно. И некачественную, ну, некачественную – это еще полбеды, когда качество не то. Но небезопасную продают, это точно. Потому что без ветеринара, санитарной экспертизы, без проведения продукции небезопасна. И здесь просто, ну, необходимо и населению как-то на это дело смотреть с большей ответственностью. И поскольку молоко зачастую покупают, я знаю, что покупают и детям, детям. А здесь очевидно, что, ну, не дай бог, какой-то прецедент. Вот не нужно дожидаться прецедента. Нужно просто сознание. Идти на рынок, покупать безопасно. Покупать за углом – опасно. Рейды. Мы периодически проводим эти мероприятия. В этом году уже проведено порядка 1100 рейдов. Выявляются нарушения. Конечно, продукция изымается, которая продается незаконно. Но, тем не менее, жажда нажива, она толкает людей для того, чтобы именно продавать таким способом. Еще раз, что просто население должно иметь понимание и, в общем-то, не соблазняться на более дешевые цены или на более какие-то другие условия, потому что это опасно. Алексей Александрович, а какие еще меры предпринимаются для предотвращения попадания небезопасной продукции на торговые прилавки? Я начал с того, что у нас есть инфекционные заболевания. В области все-таки регистрируются. Все инфекционные заболевания, которые у нас есть, они практически все завозны. Это бруцеллез, прежде всего, которым болеет и человек. Они все завозны. Мы также совместно с полицией, совместно с Росрехоснадзором осуществляем контроль за перевозком, за перемещениями живых животных и мяса. Практически каждый день мы видим нарушения при перевозках. И вот это еще больший риск, поскольку вообще непонятно, что везут, откуда везут и какое состояние здоровья животных или той продукции, которая везется. Но практика у нас такая, что мы выясняем происхождение, вместе с полицией выясняем происхождение животных, если это соседний регион, как правило, это соседние регионы. И, значит, совместно со службой соседнего региона возвращаем на место их выбытие, так скажем, для того, чтобы там разбирались на месте. Такая практика, она себя тоже оправдывает. Конечно, мы там штрафные санкции, но это не самоцель, штрафные санкции. У нас цель, чтобы не завести сюда инфекцию и тем более не заразить людей. И практически вот вчера, позавчера у нас еще есть прецеденты. Везут и с сопредельной территории, с республики Казахстан, завозят скот, пытаются завести скот, то есть без документов. Сегодня только задержание было очередной партией животных, которые шли без документов. У нас нет ограничений, как бы здесь между регионами в реализации, но без документов мы не пропускаем на территории области. Алексей Александрович, а бывали ли такие случаи, что соседние регионы нам возвращали продукцию? Ни разу не было. Ни разу. У нас, наверное, единственный регион, который имеет такую позицию на защиту. И мы не только свой регион защищаем, мы защищаем и другие регионы, поскольку в основном это транзитные вот эти грузы. Они везут через нашу область, везут в соседние другие регионы. Пензу, Ульянов, Самара пытаются провести через нашу область. Но не факт, что они минуют нашу область. Ведь без документов непонятно происхождение, непонятно, так скажем, цели и задачи вот этих вот перевозчиков. Но вы хороший вопрос задали. Ни разу не было того, чтобы наша область кого-то наделила вот такими вот грузами. А какая работа проводится управлением по повышению эффективности мероприятий ветеринарного контроля? Ну, сердце ветеринарной службы или глаза, уши, как это говорят, это, конечно, лабораторные подразделения. Кроме лаборатории ветеринарной экспертизы у нас в каждом районе сохранены лаборатории. Я говорю, сохранены, поскольку нет ни одного региона в Российской Федерации, который бы имел в каждом районе ветеринарную лабораторию полноценную. Мы это сохранили. И это себя оправдало. Поскольку вот этот контроль на территории области, на территории каждого района, да, он подразумевает детальное. То есть вот, я еще раз говорю, каждая голова у нас имеет, как это сказать, фамилию, имя, отчество, да. И вот эта вот совокупность лаборатория, учет поголовья, ветеринарной обработки, она как раз обеспечивает ту безопасность, о которой мы говорим. Ведь у нас ликвидировано достаточно много инфекционных очагов. Вот лаборатория нам дает приговор, да, что там то или иное заболевание. После этого только мы начинаем проводить мероприятия. Поэтому лабораторному контролю особое внимание. Здесь действие в двух направлениях. Это обеспечение здоровья животных, то есть контроль за здоровьем животных. И второй контроль за продукцией животного происхождения, то есть за пищевой продукцией. В этом году мы аккредитовали четыре лаборатории на исследования как по инфекциям, так и по пищевой продукции. Также у нас в составе нашей службы есть Центр испытаний качества пищевой продукции, который вообще все делает, в том числе химические исследования. И вот эта вот система, которую мы сейчас создали уже практически, еще пять лабораторий будет аккредитованы в этом же году у нас. То есть вот эта система, она позволяет обеспечить уровень контроля, который уже, так скажем, на уровне мирового. То есть это требования и ВТО, и требования таможенного союза. Мы их обеспечили. И разумеется, что вот это техническое оснащение лабораторий, оно даст свой результат. Алексей Александрович, вот наш губернатор Валерий Радаев в последнее время много говорит о импортозамещении. А ведь оно предполагает увеличение выпуска как отечественной, так и местной продукции. Готова ли ветеринарная служба к такому развитию событий? — Мы не просто готовимся к такому развитию событий, мы принимаем непосредственное, так скажем, участие в всех событиях по импортозамещению. И то, что сейчас происходит на территории области, это, конечно, совершенно новое качество. Раньше мы не видели свинины собственного производства. Теперь у нас два крупных комплекса. Рамфуд, Павловский и Копитане. Практически сейчас уже решен вопрос, не решен вопрос, а практически вот-вот уже будет запущена вторая очередь рамфуда. То есть еще на 75 тысяч свиней. Копитание вышло на производственную мощность. То есть объемы уже увеличились. Уже увеличились. Это здорово. И, естественно, ветеринарная служба заранее уже реагировала на такое развитие событий. Обслуживание ветеринарное там надлежащее. Особенно эти комплексы, они, ну, так скажем, на отдельном внимании ветеринарной службы, поскольку это большое поголовье, это отдельные риски. Но, тем не менее, безопасность работы этих предприятий мы гарантируем. Дальнейшее развитие событий – это развитие мясного скотоводства, то есть импортозамещения, мясное скотоводство, молочное животноводство. Поэтому вот сейчас мы параллельно, или вернее, так скажем, заранее мы переснащаем ветеринарную службу. То есть, опять же, готовим лабораторную базу, техническое состояние ветеринарной службы у нас другое, машины, которые требуются, то есть техника, которая требуется для оперативного реагирования, для перемещения, она приобретается. И вот эти вот, значит, моменты технического оснащения службы, они, конечно, на упреждении, они в любом случае свои плоды уже дали и будут давать. То есть мы, прогнозируя события, свою службу соответствующего образом готовим. Алексей Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на интересующих многие вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. А я напоминаю, гость в студии у нас был главный государственный ветеринарный инспектор Саратовской области Алексей Частов. Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok